Каждой категории должников особый подход. К неплательщикам цыганской национальности, например, нужно явиться лично домой, вызвать барона, требовать выплат. Сами ромалы в службу приставов никогда не приходят, копят долги. В таборе поселка Подвязновский 50 семей. На каждую не по одному исполнительному производству. По большей части это неоплаченные штрафы ГИБДД. Ездят цыгане быстро и без правил, за что их регулярно наказывают. Это посещение наше обязательно нужно, для того, чтобы их разтормошить немножко хотят. Почему они не ходят? Ну это невъяснимая причина, потому что они очень многие не здесь еще работают, обычно в командировку, как и в остальных таборах. Ну это, наверное, их специфика такого, этого населения, что они очень посещают нас, когда им нужно. Только когда там снять арест нужно какой-то, вот они бегом бегут любой день. В Подвязновском таборе цыгане дисциплинированные и не бедные. В дом к барону навстречу приставам приходят по своей воле, сразу с кошельком наперевес. Это даже хорошо, молодцы. Чтобы пришли. Конечно, будут ходить командировку. Для вашего Подвязного 250 производств, это очень много. 250. Это какое время? 250 исполнительных производств, штрафов, вот на ваши вот эти дома, да, 250. Вы вообще ведь не ходите. С должниками, как правило, работают принудительные меры взыскания долгов. Ограничение права управления транспортным средством или изъятие в счет погашения долга бытовой техники. В таборе мы практически никогда не забирали имущество. То есть, если мы начинаем что-то арестовывать, люди могут подать деньги. Таких арестов здесь в таборе не было. Было там, ну, только, может, когда-то по кредитам, но это очень давно еще. Такого нет. Рекорд этого рейда – 49 исполнительных производств на одного должника. Копились они в течение года. С такими нерадивыми автовладельцами барон обещал провести норовоучительную беседу. Хотя сам систему штрафов справедливой не считает. Сейчас камеры вот эти и не успеваю смотреть. Вот я, который хочу быть порядочным очень, и не могу сидеть за себя. Камеры не успеваю смотреть и получается так. Вот так мы все довольны. Большие ли долги? Долги. Долги, получается, большие, потому что, вот видите, вот эти камеры путают человека. Вроде бы сын думал, что он должен всего 2 тысячи, а оказывается, что должен 24 тысячи. Рейд сотрудники службы судебных приставов считают удачным. Из 250 – 200 исполнительных производств закрыли. Долгов цыгане погасили на общую сумму в 150 тысяч рублей. Приготовиться нужно следующему табору. Адрес для проверки – деревня Крутово Ивановского района. Дата и время в секрете. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.